Итак, витамин D3 не просто витамин, а прогормон. Он регулирует свыше 4500 генов, с его помощью протекают более 3000 реакций в нашем организме. Он принимает участие в выработке половых гормонов, помогает в синтезе эстрогена и тестостерона, регулирует менструальный цикл. Соответственно, при недостатке витамина D правильный синтез гормонов просто невозможен, поэтому так важно поддерживать должный необходимый уровень витамина D3 в организме. Основная роль витамина D3 заключается в том, что он отвечает за минеральный обмен костной ткани, то есть поддерживает нормальное состояние костей. Благодаря именно этому витамину происходит усвоение организмом фосфора и кальция. Мало кто знает, что не только кальций, но и фосфор. Что касается удержания кальция в костной ткани, за это отвечает другой важнейший витамин К2, поэтому они в идеале должны идти в связке. Витамин D также участвует в процессе свертываемости крови, способствует в целом улучшению обмена веществ, участвует в работе иммунной системы. Но витамин D еще помогает коже оставаться красивой и здоровой, молодой, подтянутой. Используется витамин D3 и в борьбе против акне. Многие проблемы с кожей, высыпания на ней возникают тогда, когда есть дефицит витамина D. И, конечно, витамин D3 играет огромную роль в развитии опорно-двигательного аппарата, а также в развитии нервной системы у детей. Но, безусловно, то, что я сейчас рассказал, это крошечная часть свойств витамина D. Почему я и советую посмотреть мои старые видео о нем. Сейчас вы увидите текстом, если захотите, будете ставить на паузы. Чтобы не терять время, я об этом говорить не буду, укажем текстом. Про важность витамина D3, про акцентирование важности витамина D для женского здоровья. Особое значение хочу подчеркнуть о важности витамина D для здоровья и развития детей. Ну и, разумеется, обойти стороной значимость витамина D3 для мужчин тоже невозможно. Суточная потребность витамина D у взрослых людей составляет примерно 5 микрограмм, 5000 международных единиц. Если ослаблен иммунитет, если есть какие-то инфекционные заболевания, эпидемии, стоит повысить потребление витамина D3 в 2, 3, даже 4 раза. Естественно, в группе риска не только веганы, вегетарианцы, сыроеды, люди со специфическими диетами, особыми расстройствами, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, когда витамин D3 просто не всасывается. Но и все люди в наше время, потому что с солнцем получить витамин D3 сейчас в достаточном количестве невозможно, есть такая проблема. И вообще сейчас есть загадка для ученых, почему витамин D3 в дефиците сейчас у всех. Кстати, изменили нормативы, их понизили, потому D3 надо смотреть не по нижним, а по верхним границам нынешних норм, контролируя. То есть, когда вы будете сдавать анализы, учтите это. Причем правильно сдавать анализы надо так. За две недели до сдачи анализов прекратить потреблять витамин D3 в добавках. Тогда показатель D3 в крови будет точным. То есть, ваш естественный или дефицит, или достаток. Да, и к тому же вы знаете, что ультрафиолет губителен для кожи, а особенно кожа светлая, особенно если есть кератомы, бородавки, гемангиомы, тем более родинки. Это категорически противопоказано. А все противосолнечные защитные крыма блокируют воздействие ультрафиолетовых лучей, и синтез естественным путем. Витамины D3 в подкожных слоях полностью прекращается. А потому этот жизненно важный витамин и прогормон необходимо принимать. Но каким образом? Какой? Чтобы не навредить. Ведь тут важно не принимать синтетический, а только натуральный. Об этом я далее расскажу. Ну а каковы причины снижения уровня витамина D3 в целом? Помимо того, что я сказал, из известных факторов. Ну, во-первых, недостаточный синтез под воздействием ультрафиолета, о чем я уже сказал. Это и от широты проживания людей зависит, от наличия ношения одежды, естественно, верхней. От загрязнения воздуха смогом, от длительного нахождения в помещениях, использования крымов, ну и так далее, и так далее. Это понятно. Второе. Темная и смуглая кожа. И есть такая зависимость. В-третьих, снижение поступления с пищей. Ну, это синтетические продукты, полуфабрикаты и тому подобное. В-четвертых, и самое главное, сниженное переваривание и всасывание в кишечнике, которое формируется по следующим причинам. Возрастные изменения желудочно-кишечного тракта, но в основном это все-таки болезни. Целиакия, то есть непереносимость белков некоторых злаковых культур, ну, глютена, например, то есть некоторых лектинов и прочих лектинов, конечно, не только глютена. К тому же все лектины вызывают воспалительные процессы, кстати, как и сахар. И это одна еще из причин плохого усвоения витамина D3. Как следствие, воспалительные заболевания кишечника, различные сиборы, дисбактериозные состояния, синдром избыточно-бактериального роста, все это ослабляет, уменьшает всасываемость витамина D3. К тому же, у кого нарушена кишечная микрофлора, а ведь она трансформирует неактивную форму витамина D в активную. И потому, у кого несварение, дисбактериозные состояния, всегда у этих людей на 100% есть дефицит витамина D3. К тому же, у некоторых были операции на кишечнике, хроническое воспаление поджелудочной железы панкреатит, муковисцедоз и прочие условно-генетические, ну, на самом деле, конечно, аутоиммунные заболевания. Ну и пятая причина – повышенное расходование или депонирование витамина D3. Оно возникает, например, во время беременности, естественно, в детском возрасте, особенно при активном росте. И, конечно, у всех людей при активных физических нагрузках, а еще при ожирении. И очень большая потребность при инсулино-резистентности и сахарном диабете второго типа. Теперь совсем кратко повторение, как говорится, мать ученик. Пару слов о воздействии витамина D3 на организм, но это совсем по группам кратко. Разумеется, как я говорил, сотни свойств и задач у витамина D3 в организме. Итак, он обеспечивает нормальный рост и развитие костей, костной ткани, предупреждает развитие рахиты, остеопороза, не дефицит кальция. Кальция-дефицит быть не может практически никогда в организме, а именно дефицит витамина D3 и К2. Он способствует мышечному тонусу, повышает иммунитет, укрепляет его. Он необходим для нормального функционирования щитовидной железы, нормальной свертываемости крови. Витамин D3 помогает организму восстановить защитные оболочки, окружающие нервы, то есть миелиновые оболочки те самые. Здесь также очень важен и поможет астексантин, и, конечно, цинк-минерал. Но главная задача – витамина D. Он также участвует в регулировании артериального давления и сердцебиения. Он устраняет аритмии, а аритмия – это всегда дефицит витамина D3. И, конечно, и это доказано научно, витамин D3 препятствует росту и развитию раковых клеток, а также добротачественных опухолей. Теперь послушайте внимательно симптомы дефицита витамина D. Разумеется, люди с дефицитом витамина D могут предъявлять различные жалобы, многие из которых являются неспецифическими. Однако, вот вам вполне специфические симптомы. Спазмы в мышцах, боли в суставах, снижение выносливости, общая слабость, утомляемость даже при достаточном объеме сна. Утром человек встает разбитым, без энергии. Мышечная слабость, плохой тонус мышц, особенно в области шеи, плечевого и тазового пояса, бедер, лопаток. Диффузные боли в мышцах, нарушение равновесия, хронические боли, плохая концентрация внимания, плохая память, головные боли, перепады настроения, беспокойство или депрессия, нарушение сна, то есть когда сон неполноценный, беспокойный, повышенная потливость, повышенное артериальное давление, набор веса, сухость кожи, выпадение волос, здесь как раз витамин D3 и цинк. Если принимать в достаточном количестве, особенно липосомальные формы, эта проблема уйдет. Потом, частые простудные заболевания, плохое заживление, ран. И здесь тоже опять-таки и витамин D3 и цинк. Роль этих двух важных нутриентов. Небольшая информация для моих старых зрителей, ну и новые, послушайте. В моих прежних трех видео я говорил о уникальном, ну так называемом масле 4 в 1, где был витамин D3, К2 и омега-3 жирные кислоты, больше такого масла не будет. Но это и не страшно, напротив, теперь есть еще более лучший продукт, при этом меньшего объема, а значит более удобный, это концентрат натурального витамина D3, причем в липосомальной форме. В конце этого видео вы услышите, что это такое за липосомальная форма, насколько это важно, значимо и полезно. У вас есть теперь возможность приобрести производство Швейцарии, уникальный витамин D3, который вовлечен в липосомальную форму, когда происходит стопроцентная защита от окисления, трансформации вещества. Ссылку где и как купить этот витамин D3, как и витамин К2, как и астаксантин, и цинк, и коэнзим Q10, я оставлю вам под этим видео на липосомальные нутриенты. Ну, на витамин D3 для вашего удобства укажем отдельной ссылкой. Аналогов этому уникальному продукту нет, именно за счет объединения лучшего швейцарского витамина D3 в липосомальную форму. Такой продукт есть только в России, но в любую страну мира, не только в любые города России, вы можете получить этот продукт, как и другие нутриенты в липосомальной форме. Это, конечно, находка, это, конечно, удобство, это уникальные возможности сбережения здоровья. А теперь послушайте про дозировки. Итак, липосомальный комплекс витамина D3, это помимо витамина D3 еще дегидрокварцетин и связующее льняное масло. Рекомендации приема таковы. Утром за 10-20-30 минут до еды берете одну пипетку, 1 мл, в одной пипетке, внимание, 1 мл, в котором 5000 мЕ международных единиц. Рекомендация такова. Вы капаете под язык и плавно все у вас будет всасываться уже в ротовой полости. Но, разумеется, часть уходить со слюной в кишечник, это нормально. Второй вариант. Вы разводите этот 1 мл в 100 мл, обычный комнатный, можно чуть выше температуры воды, и выпиваете. Рекомендуемая дозировка детям до 1 года 500 мЕ в сутки, это 0,1 мл. Детям до 3 лет 1200 мЕ в сутки, это 0,25 мл. Детям от 3 до 10 лет 2500 мЕ, это 0,5 мл или 0,5 пипетки. Детям старше 10 лет 3000 мЕ, то есть, 3,25 пипетки, это 0,75 мл. Ну и взрослым 1 мл или более, то есть, можно 2 раза в день, что лучше, по 1 мл принимать. Будет тогда 10 000 мЕ в сутки. При болезнях, эпидемиях до 15-20 000 мЕ временно, ну, в течение недели приема можно увеличить вот до 20 000. На курс 2-3 месяца в профилактической дозировке для взрослого человека 5000 мЕ в сутки необходимо 2 флакона. Лучше 3, если потреблять 2 раза в день по 5000 мЕ. Очень подробную информацию вы можете посмотреть под этим товаром. Ссылку я вам дам под этим видео. И под товаром досконально подробная информация. Флакончик маленький, это удобно. Хранить, разумеется, в темном месте. Не обязательно в холодильнике. Удобно, как вы понимаете, не только хранить, но и переносить в сумки, портфели, где угодно, даже в кармане. Что такое липосомальная форма донесения до клетки того или иного вещества? Я рассказывал в своем видео про вещество, пигмент, антиоксидант астоксантин. Вы его обязательно потом посмотрите. Ну вот послушайте, что такое липосомальная форма. Вы, конечно, слышали из моих лекций в том числе, что такое хилатная форма, скажем, того или иного минерала, да? Но, оказывается, есть форма более биодоступная. И вот в чем тут суть. Каждая живая клетка окружена защитной мембраной, которая обеспечивает необходимый, ну скажем так, микроклимат, играет активную роль в поддержании ее жизнедеятельности. Эта защитная мембрана еще контролирует потоки веществ в клетку и из нее межклеточное пространство. Клеточная мембрана – это сложная, высокоорганизованная двухмерная система, состоящая главным образом из липидов и белков. А структурную основу мембраны составляет двойной слой липидов, в котором погружены белки. Липосома – это некая полая сферическая наночастица, внутри которой заложены активные вещества. В данном случае витамин D3. Но, сразу скажу, есть еще в этой линейке уникальных препаратов и другие вещества легко и в полной мере доносимые и на 100% усваиваемые клеткой, например, цинк с витамином С, коэнзим Q10, уникальный антиоксидант астексантин и витамин К2. Линейка обязательно будет расширяться. Посмотрите этот раздел, ссылку на него я оставлю вам под этим видео. Липосомы работают как нанокапсулы, которые защищают витамины от разрушения на всех этапах пищеварения, главным образом в желудке, а далее в кишечнике. И вот они доставляют это любое активное вещество прямо в клетку для моментального всасывания там. А оболочка липосомы полностью идентична мембране клеток человека и состоит она из фосфолипидов, а это 100% натуральные компоненты, благодаря чему исключается токсическая нагрузка и на печень, и на почки. Более того, дорогие друзья, положительный процесс, еще один есть здесь. Фосфолипиды из липосомы встраиваются в поврежденную свободными радикалами структуру клетки, восстанавливая ее защитные функции. То есть и сами эти нанооболочки очень полезны. Фосфолипиды. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомления о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok